Всем привет! С вами Профессор. В этой серии я вам расскажу об основах игры Minecraft. Итак, для того, чтобы создать новый мир, нажимаем кнопку «Одиночная игра». Здесь нажимаем кнопку «Создать новый мир». Вы можете здесь указать какое-нибудь название игры, для того, чтобы легче было понять. Назовем так вот «Первый день». Здесь оставляем режим «Выживание», хотя можно поменять его. Так, дополнительные настройки пока не лезем. И нажимаем «Создать новый мир». Вот. Сейчас пройдет несколько секунд, для того, чтобы новый мир создался, сгенерировался ландшафт. Вот. Что-то появилось. Вот наш мир загрузился. Так, смотрим вокруг. Появились мы в очень даже неплохом мире. Чем он хорош? Тем, что здесь сразу есть вода, много животных. Это для нас еда. Есть лес. И, в принципе, даже есть какие-то горы. Ладно. Итак, по порядку. Начнем с управления. Камера управляется мышкой, как вы уже догадались. Для того, чтобы двигаться, используем клавишу «W». Это «Вперед», «С» — «Назад», «А» — «Влево», «Д» — «Вправо». Ну, я думаю, сочетание этих клавиш многие знают по другим играм. «Прыжок». Это клавиша «Пробел». Так. Вот. С помощью «Прыжка» также «Пробела» можно плавать над водой. То есть, сжимаете «Пробел», и, соответственно, игрок всплывает и не тонет. Потому что, если долго находиться под водой, вот вы видите, появляются пузырьки. И как только пузырьки закончатся, то игрок начнет терять здоровье. Выползаем с помощью «Пробела». Так. Для того, чтобы быстро бежать, сжимаем «W» дважды и держим. Таким вот образом мы бегаем. Единственное, при беге начинает тратиться голод. Вот эти куриные ножки. Так. Следующее, что вам нужно сделать, это нарубить древесины. Потому что из древесины делается весь инструмент. Для этого мы сжимаем левую клавишу мыши и рубим дерево. Одно дерево, второе. Если, например, просто пора зубить по дереву, то ничего не произойдет. Оно не срубится. Поэтому вот мы его наберем чуть побольше. Для того, чтобы листья начали исчезать, листья, которые не соприкасаются с древесиной, они постепенно исчезают. И есть шанс, что оттуда выпадет что-нибудь полезное. Например, яблоко или ростки. Саженцы деревьев. Вот парочку деревьев взбили. Обратите внимание, что сейчас листва должна будет постепенно исчезать. Так, ну вот, смотрите, она здесь соприкасается с другим стволом, поэтому она исчезать не будет. Хотя вот один блок исчез. Ну, не столь важно. Нарубили древесины. Теперь нам нужно сделать себе верстак. Для этого нажимаем клавишу E, чтобы открыть инвентарь. Берем левой кнопкой мыши нашу древесину. И выставляем ее вот сюда. Вот, показывается, что из древесины можно сделать дубовые доски. Только мы сейчас всю древесину не будем перегонять в доски. Оставим хотя бы три штучки. И вот мы сделали доски. Доски в первую очередь используются для того, чтобы сделать себе верстак. На верстаке можно будет сделать весь основной инструмент. Берем верстак и правой кнопкой мыши кликаем на землю. У нас поставился верстак. В верстаке, как вы видите, уже сетка 3х3. И здесь можно делать более сложные инструменты. Для начала сделаем палки. Вот так. Теперь из палок можно сделать кирку, например. Можно сделать мотыгу. Можно сделать топор. Можно сделать лопату. Или можно сделать, например, меч. Вот. Для начала сделаем лопату. Так. Она нам пригодится на первое время. Так как пока что в шахту я не полезу. Вам показывать не буду. Так. Теперь нам нужно сделать домик. Домик нам нужно сделать для того, чтобы не пришли злые мобы, зомби, пауки, криперы и не убили нас. Потому что через 10 минут уже наступит ночь, потемнеет и всякая вот эта нечисть будет появляться. Этого нам нужно нарубить землей. То есть вы видите, можно точно так же, как и древесину, собирается земля. Но это достаточно долго. Поэтому я сделал лопату. И с помощью лопаты накопать земли намного проще. Она рубится достаточно просто. Я вам покажу, как делать самый простой домик из земли. Его проще всего сделать. Более сложные домики я вам покажу в следующей серии. Ну и в принципе вы сами сможете догадаться, как их сделать. Вот. У нас есть 36 блоков земли. Для начала этого более чем достаточно. Выберем местечко себе для дома. Ну вот красивый прудик здесь. Так что давайте прямо здесь. Сейчас и поставим маленький домик такой с выходом к озеру. Берем землю и правой кнопкой мыши устанавливаем блоки. Так, сделаем достаточно маленький, но безопасный дом. Его будет более чем достаточно для того, чтобы укрыться ночью от мобов. Вот так вот сделаем крышу. Вот у нас получается такой домик. Правда пока что без двери. Дверь можно сделать на верстаке. Берем доски и выставляем вот таким образом. Получается двери. Заберем с собой верстак в дом. И поставим его дома. Так, теперь берем двери и кликаем на нижнюю клетку. Вот у нас появилась дверца, которую можно открывать и закрывать. Так, единственное, что нам еще осталось делать из важных инструментов. Это печка. Для печки нужны камни. Так, здесь в водоеме я камней... Сейчас, а вот камни. Их можно добыть, но для того, чтобы их добыть, нам потребуется кирка. Потому что рукой камень добыть невозможно. Соответственно, возвращаемся к верстаку. И делаем кирку. Вот есть кирка. Киркой чуть что можно даже будет отбиваться от кого-нибудь. Есть тут, правда, одна маленькая хитрость. Если вы будете камень добывать под водой, то это будет очень долго. Вот, видите, как долго копается камень. Мы, конечно, этот камень получили, но это не совсем так, как нужно. Поэтому мы можем тот же камень добыть, но не опускаясь с головой под воду. Вот, наберем камни немного. Камень можно найти даже просто под землей. То есть, если копать вниз под землю, то вы обязательно встретите там камень. Но камень часто на поверхности бывает. Вот у нас есть камень. Этого уже достаточно для того, чтобы сделать печку. Делаем вот таким вот образом себе печку. Печка нам тоже очень пригодится. Потому что, допустим, вот мы не нашли угля, а нам нужно делать из чего-то факела. Для этого мы открываем печку, кликаем правой кнопкой мыши. И из нашего древесины, я специально оставил несколько древесины, делаем древесный уголь. Можно в качестве топлива использовать саженцы. Так, вот они горят. Либо можно даже сделанные доски тоже использовать как топливо. Так, что-то сбилось. Наверное, не успел я доски поставить. Оп, ну нет, все получилось. У нас уголек есть. Теперь из уголька можно сделать факел. Для этого делаем палки. Это можно прямо делать у себя в инвентаре, не обязательно на верстаке. И получаем факелы. Четыре штуки. Один факел нужно обязательно поставить в доме, чтобы прямо здесь никто из злобных мобов не появился. И остальными факелами желательно осветить территорию вокруг дома, для того, чтобы слишком близко мобы опасные тоже не появлялись. Потому что это будет не очень приятно. Ну вот, этот минимальный набор позволит вам достаточно спокойно пережить первую ночь. И благополучно перейти к следующему дню. На этом, пожалуй, все. С вами был профессор. Специально для сайта minecraftbook.ru Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!